Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игорь Озеров, и я приветствую сегодняшнего участника нашей программы. Это заместитель председателя Лондонского городского совета депутатов Анатолий Белоусов. Анатолий Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Давайте самые разные вопросы сегодня обсудим, где-то подытожим уходящий год, заглянем вперёд. Самые разные вопросы из разных сфер применительно к жизни города, к работе горсовета затронем. Давайте начнём с того, что в Улан-Удэ 2024 год объявлен годом гражданских и общественных инициатив. Что это значит применительно к жителям столицы Бурятии, может быть, применительно к горсовету, и каким образом вся эта история будет организована? Ну да, 2024 год, предложение администрации города Улан-Удэ, поддержка городского совета депутатов, гражданских инициатив. Очень много инициативных людей в городе Улан-Удэ, очень много грантов, поддержки, ежегодно мы это видим, и поэтому 2024 год будет полностью посвящён данной тематике. Поэтому все инициативные люди, которые есть новые идеи, новые предложения, видят, как улучшить жизнь наших горожан, где-то привлечь грантовую политику в помощь чему-то, кому-то и так далее, могут прийти со своим грантом, и они получат поддержку. В этом году поддержка увеличена, общий размер составляет более 3 миллионов рублей. При этом будут проведены очень много мероприятий. Также мы на защите комитета по социальной политике просили не просто поддержать грантов, а ещё и научить людей писать гранты. Потому что гранты, кроме как города, есть республиканский, есть президентский грант, есть гранты очень многих фондов. А вот написание самого гранта, поддержка гранта, чтобы он не сошёл на первом этапе по формальному признаку, как раз и нужно обучать. Депутатами городского совета также проводятся несколько мероприятий, также молодёжные палаты при городском совете депутатов. Такие, как, например, было проведено более четырех мероприятий по поддержке донорства. И наши депутаты Владимир Ильин, Василий Цаимпилов являются донорами, также являются сотрудники аппарата городского совета. Они также сдавали кровь и являются уже донорами, идут на то, чтобы стать почётными донорами из публики Боити. Также поддержка донорства костного мозга. В этом году наши ребята вошли в состав доноров в данном направлении. Очень хорошая инициатива была у Егорова Дениса Евгеньевича на 20 округе. Казалось бы, что сложного, есть медицинские учреждения, узкие специалисты, и к ним нужно просто записаться через услуги. Но, оказывается, есть проблема. Старшее население, наши бабушки и дедушки не знают, как через услуги записаться к данным специалистам. И наши волонтёры принимали этих активных граждан и просто записывали по их потребностям к данным специалистам. И более 80 человек они записали по данным направлениям. Эта инициатива сейчас распространяется на другие округа нашего города. Буквально недавно мы были депутатами национальной библиотеки и услышали такую проблематику, что не хватает книг для слабовидящих, то есть нужны аудиокниги на боецком языке. Также сразу же было предложение к нашей молодёжной палате поучаствовать в данном гранте, то есть сделать аудиокниги, попросить людей с профессиональным образованием, чтобы они прочитали, чтобы было интересно именно эти книги на боецком языке, и распространить национальные библиотеки и на библиотеки городские, также в районной субботе Боец. То есть, в принципе, спектр вот этих инициатив вообще он не ограничен ничем, главное, чтобы вот это как-то на город работало, на его жителей. Конечно, поэтому любая инициатива, я думаю, если она будет полезна, она будет поддержана. Особенно вот этот год, который объявлен именно, профильный такой. Анатолий Белоусов, программа «Мнение». Давайте о наказах, исполнении наказов жителей поговорим. Значит, вы являетесь руководителем рабочей группы как раз по исполнению наказов избирателей, за весь горсовет в этом плане отвечаете, да? Вот что в этом году были ли сложности, сколько наказов выполнено, какие планы на будущий год, и есть ли понимание, как финансирование будет осуществляться, может быть, изменения какие-то в этом плане произойдет, увеличение, сокращение, не знаю. Да, рабочая группа по наказам у нас составляет 10 человек, но участвуют в данной рабочей группе практически все депутаты, она постоянно работает, ну, без проблем никогда не бывает, то есть, есть проблемы, но 90% всех наказов они были исполнены. Некий наказы невозможно было исполнить по техническим причинам, в некоторых наказах подвели подрядчики, не составлялись торги, некоторые наказы перешли на 2024 год, но скажу сразу, что более 90% всех наказов было выполнено. Судя по тому, что в 2024 году наказы уже приняты, и их количество 365 в этом году, сумма осталась та же 120 миллионов, ну, меняются наказы… 4 миллиона на каждого округа. Да, 4 миллиона на каждый округ. Видим, что меняются наказы, например, раньше 50% практически всех наказов – это были детские спортивные площадки. Сейчас все оставляют уже четвертую часть. Очень много наказов по асфальтированию тротуарных дорожек, дорог, градированию, отсыпке – 71 практический наказ в этом направлении. Также остались наказы по водоотведению и водоснабжению, также остались наказы по линию канализациям, подпорным стенкам, наказы по социальным учреждениям – это образование, культура и спорт. То есть, все эти наказы на 120 миллионов на ту же самую сумму, они остались. Изменения коснутся, что депутаты в этом году сделали изменения виды наказов, теперь депутат имеет возможность направлять деньги по наказам на виде наблюдения. Появилась большая потребность все-таки в виде наблюдения по безопасности, по сохранению, например, тех же самых МАФ, МАФ, тех же самых детских площадок, от вандализма, от всего остального. То есть, теперь депутат может наоборот постанавливать в виде наблюдения. Интересно, этой же штукой-то занимается город в целом, да? Сразу несколько программ там есть, безопасный город, еще что-то. Это как-то пересекающиеся вещи? В эту систему встраивается или нет? Вот поэтому мы очень долго не могли этот вопрос решить, потому что шли все-таки по системе безопасного города. Но у безопасного города там соразмер серверов и возможности, они не такие большие на самом деле. Поэтому пошли по другому пути, по той же самой программе, как устроиться детских площадок, по тем же самым управляющим компаниям ЦСЖ, то есть ставить и передавать им. А, то есть они будут все это дело... А уже тот же самый МВД, полиция, они имеют будут возможности, если необходимость будет использовать данные проекты. Но, к сожалению, содержание, ремонт, все остальное ляжет уже на плечи управляющих компаний ЦСЖ. Ну и делать, конечно, больше преимуществ здесь тоже есть, что теперь по вечерам безопасно, допустим. Ну, конечно, конечно. Детей, все остальное. Все равно, когда есть видеонаблюдение, как-то поспокойнее. Ну и да, и многих останавливает от противоправных действий, само понимание, что никуда здесь не скроешься, все на виду. Но я думаю, те же управляшки ЦСЖ, они, наверное, каким-то образом какую-то копеечку включат в оплату за содержание жилья, но опять же, это вклад безопасный. Не хотелось бы, конечно. Не хотелось бы, чтобы это было, потому что все оборудование будет поставлено, думаю, ничего сложного там в обслуживании. А, ну то есть, это же на депутатские деньги. Да, это все будет куплено, все установлено, поэтому уже нежелательно, чтобы наши жители почувствовали, что здесь пошла какая-то нагрузка по финансам. Понятно. Ну, тоже правильно. Анатолий Белоусов, программа «Мнение». Выборы в сентябре 2023 года у нас прошли в Народный хурал, большая такая компания была, и вот непривычно много депутатов горсовета в ней поучаствовали, причем поучаствовали успешно. Все прошли, стали депутатами, причем не только в городе, но и в районе. Обезлюдил в этом плане горсовет, с учетом того, что депутатов 30 всего, и 7 человек достаточно существенно. Вот как с точки зрения регламента, с точки зрения тех же наказов, потому что менее года, и новые довыборы проводиться не будут, это уже только история в сентябре 2024 года каким-то образом разрешится, и опять будет полнокомплектный горсовет. Вот здесь что происходит, насколько стало сложнее работать? Ну, во-первых, начнем с того, что 7 человек 100% перешли в Народный хурал, и это говорит о профессионализме городского совета депутатов, о том, что 6-й созыв, эти 7 человек отработали, и люди, видев, как они работают, они поддержали их дальше, высшие политические органы Республики Борисовича. Кроме 7 человек, также были поддержаны по спискам еще по округам, это и врач 4-й поликлининг, это и помощник тоже Чмитва Леевича, они также перешли в Народный хурал. Поэтому городская такая комиссия или состав городской в Народном хурале очень хороший. То, что ушли, конечно, наложило на нас большую ответственность, на депутатов городского совета, потому что осталось 23 человека, ответственность по кворуму. Теперь, конечно, мы должны учитывать ближайшие 9 месяцев свои командировки, отпускают и так далее, потому что нам нельзя потерять кворум, потому что есть вопросы, которые решаются двумя третями, и меньше 20 депутатов не должно быть. А все остальное, то, что касается наказов на округах, с которыми ушли депутаты, ну, во-первых, они сформировали свои наказы перед уходом, и данные наказы просто будут контролироваться как администрацией районной, так и рабочей группой по наказам, и все наказы будут доведены до их исполнения. А также некоторые депутаты ушли в Народный хурал, где непосредственно округ также городской входит. Поэтому они тоже имеют возможность контролировать исполнение данных наказов, поэтому здесь особых проблем я не вижу. Давайте про спортивную жизнь города поговорим, тем более повод хороший, да, в этом году юбилей у спортивной отрасли республики, он отмечается, отмечался, и довольно много вот делается, собственно, для поддержки физкультуры и спорта. Вы сами спортсмен в прошлом известный, да, сейчас возглавляете федерацию Тхэкванду ЭТФ республики Бурятий. Вот здесь о чем можно говорить и какие планы, вот, с точки зрения горсовета, города, развития спорта на 2024 год? Да, во-первых, со столетиями республики Бурятий спорта, да. В 2025 году будет столетие городской спортивной общественности, в этом году тоже есть одна юбилейная дата. В 25-й раз проводился конкурс лучший спортсмен города ВНУД и лучшие спортсмены по олимпийским, по олимпийским, десятка лучших юных спортсменов, лучшие команды, лучшие дворовые инструктора, лучшие спортивные площадки, лучшие ветераны, лучшие спортсмены по инваспорту с ограниченными возможностями. Были все награждены и каждый получил свою награду. Я скажу, что по разным программам, это и тысяча дворов, это и по наказам депутатов городского совета, и совместно с депутатами Народного хурала в спортивную инструктуру было привлечено более 400 миллионов рублей в 2023 году. Более 550 учреждений у нас занимаются развитием физико-культуры и спорта в городе ОНУД. У нас количество спортивных объектов намного увеличилось. Если еще недавно мы только могли мечтать о каком-то помещении, стадионе с покрытием искусственным, то сейчас во многих школах мы видим целые стадионы с искусственным покрытием. Мы видим открытие спортивных площадок во дворах с искусственными покрытиями или с универсальными комплексами для занятий кроссфитом. Или для занятий старшего поколения есть оборудование любое для занятий физической культуры спорта. Здесь открывается много игровых площадок для волейбола, баскетбола и футбола. Поэтому спорт в республике Боретия, конечно, очень важен. Но для федерации Квандо ИТФ в республике Боретия, конечно, важным событием стало, что лучший спортсмен по неолимпийским видам Бодров Александр стал лучшим спортсменом среди всех неолимпийских видов и занял первое место по баллам, буквально вчера приехав с Кубка мира и заявил золотую медаль. И также около четырех спортсменов попали в эту номинацию лучшие спортсмены города ОНУД. Вся спортивная общественность, конечно, и радовалась и столетию, есть чем гордиться, потому что большее количество спортсменов, завоевших медалей на чемпионате мира, Европы, Олимпийских игр, это, конечно, проживающие в городе ОНУД. И развитие физической культуры спорта является важной задачей, которая реализуется администрацией и депутатами городского совета. Хочу отметить, что среди депутатов городского совета четыре депутата являются президентами различных федераций. И развиваются различные виды спорта, и проводятся около шести клубков городского совета. Это у нас и настольный теннис, это и шахматы, это и волейбол, и баскетбол, и карате, и футбол, и все эти, и самбо, и все эти виды спорта поддерживаются и финансовые, и каждый депутат принимает участие в развитии данных видов спорта. Анатолий Белоусов, программа «Мнение». Анатолий Евгеньевич, Новый год приближается у нас, кто-то считает его самым важным, самым любимым праздником всех россиян. Каким образом поздравления депутатов на кругах прозвучат или будут организованы, может быть, на вашем примере, и как лично вы планируете встретить этот праздник? Конечно, каждый депутат очень скрупулезно подходит к данному празднику, потому что это, во-первых, праздник детства, праздник чуда, праздник новых ожиданий от следующего года. Традиционно закупаем подарки для детей, которые необходимы, чтобы эти подарки получили. Очень много подарков, конечно, для семей, находящихся на СФО детям. Очень много подарков, которые дети малоимущие и необходима именно помощь депутатов. То есть каждый депутат, я не знаю, но я лично скажу, более 100 подарков мы закупаем и раздаем ТОСам, общественным организациям, организациям ДОП-образования, клубам патриотического воспитания. То есть мы постараемся. Конечно, заявок намного больше, но мы совместно усиливаем с администрацией и депутатами, мы пытаемся, чтобы до каждого ребенка дошел подарок. При том, что две елки будут от городского совета депутатов в этом году, в Дворце пионеров, мы также будем чествовать. Там в основном будут дети, конечно, у нас семей и родители, которые находятся на СФО. Здесь эта поддержка, мы понимаем, что очень важна. Самое главное – пожелать гражданам не падать духом, здоровья, улыбок, веселья. Ну и самое главное, я думаю, что это одной большой победы, которую мы все ждем, чтобы она все-таки была в следующем году. Как отмечать будете? Победу? Нет, Новый год я имею в виду. Новый год отмечать будет по-семейному, мы традиционно поезжаем к родителям, отмечаем совместно. То есть ничего такого центраординарного нету, те же самые наши любимые салаты, наша любимая еда с поздравлением близким, пожеланием удачи, фейерверками, ну и всего остального. Елки посещаете районные, городские, я не знаю, с семьей? Мы обязательно посещаем елки, даже раньше традиция была, мы выезжали после Нового года, после ехали от мамы домой, заезжали на нашу городскую елку на площадь Советов, также у нас замечательные елки в наших парках, у нас замечательные елки во дворах, поэтому все эти елки обязательно обойдем за такие длинные новогодние праздники. Ну да, город уже украшен, да, и бизнес очень многое делает, и с каждым годом все больше и больше фантазий проявляется в этом плане, город становится новогодней, у Лан-Удэ все лучше и лучше. Анатолий Евгеньевич, спасибо огромное, напомню, заместитель председателя Лондонского горсовета Анатолий Белоусов принимал участие в программе «Мнение», спасибо еще раз, с наступающим праздником, вел передачу Игорь Озеров, всего доброго, до свидания.